МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. Частный сектор, не частное дело. Вопрос пожарной безопасности в малоэтажном городе на особым контроле. Трудотерапия за долги. Житель Аллаты, не оплативший штраф, отправлен на обязательные работы. За машиной на 4-й этаж металлические гаражи в Чебоксарских дворах сменят многоуровневые парковки. Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. В столице он посетил Центр образования Самбо-70 и встретился с его директором Ренатом Лайшевым. Сегодня в Центре занимаются 19 тысяч учащихся разных школ Юга Москвы. Михаил Игнатьев отметил большой вклад в носимый с школой Самбо-70 в подготовку спортсменов международного уровня, пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи. Кроме этого, Михаил Игнатьев в Москве вручил специальный приз Чебоксарского кинофестиваля за отражение темы гражданственности и патриотизма в искусстве режиссеру Карену Шахназарову. Глава республики поблагодарил Карена Георгиевича за помощь в организации проведения кинофорума, а также предложил директору киноконцерна возглавить 7-й Чебоксарский международный кинофестиваль, который пройдет в республике в 2014 году. Карен Шахназаров согласился, заметив, что наш фестиваль единственный представительный кинофорум в Поволжье. Частный сектор столицы на особом контроле. По статистике, именно здесь происходит наибольшее количество пожаров. Чаще всего людей подводит элементарная беспечность, неосторожное обращение с огнем, использование в быту самодельных приборов, неисправная электропроводка. Нередко эти нарушения оборачиваются трагедией. Как спасатели и чиновники борются за безопасность частных домов, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Ухоженные цветники, тротуар и фигуры гномов и сказок. Хозяйка этого дома удивляет гостей не только идеальным порядком. На всякий пожарный во дворе есть и бочка с водой, и огнетушитель. На соседней улице картина противоположная. Строительный мусор, доски и кирпичи выбросили прямо на дорогу. Развернуться здесь огнеборцам было бы сложно. Владельцу дома выписывают предписание, но оно может обернуться и штрафами. Если он вторично это не сделает, то это предписание будет уже в виде административного права нарушения по статье номера 10 несоблюдения мер благоустройства прилегающей территории и штраф от полутора до двух тысяч рублей. Строительный мусор с дороги не успел убрать и хозяин этого дома. Очистить территорию мужчина пообещал в ближайшие дни. Пока же его только предупреждают о возможном наказании. Других нареканий у проверяющих не нашлось. Вода есть, все наполнено. И колодец здесь рядом стоит, и здесь колодец у нас. Мусор уберем в ближайшее время. Складирование мусора на дорогах частного сектора запрещается. В правилах пожарной безопасности это прописано черным по белому. Во дворах должны быть установлены емкости с водой, особенно там, где нет колодцев. Даже такие мелочи могут уберечь людей от серьезных ЧП. Как хозяева домов заботятся о своей безопасности, чиновники, полицейские и спасатели проверяют постоянно. У нас сегодня зафиксировано 39 случаев пожаров. В прошлом, в аналогичном периоде, было зафиксировано 41 случай. Из них погибших у нас 3 в этом году и 5 в прошлом году. То есть в целом-то обстановка положительная, идет снижение показателей. Но все равно цифры говорят за себя, и поэтому мы проводим еженедельные рейды по частному сектору. Выездные мероприятия проводятся в северо-западном районе, это по частному сектору, а также в юго-западном районе по частному сектору. Понимание среди жителей есть, но, конечно, есть и негативные моменты, где жители не идут на контакт. Рейды продолжатся. Пожароопасный сезон в самом разгаре. Проверяющие планируют приехать и туда, где дома горят чаще всего. Предупрежден, значит, вооружен. Во время подобных рейдов специалисты администрации, инспектора наказывать людей стараются реже, а чаще информировать о правилах пожарной безопасности. Профилактика приносит свои плоды. В Чандрово серьезных ЧП не происходило давно. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. В детских оздоровительных лагерях Республики продолжается акция «Осторожно, огонь». На этот раз МЧС Чуваший совместно с необычным гостем Кузьмой Пожаркиным побывали в лагере «Белые камни». Как его встретили дети в следующем репортаже. Пожар – самый страшный гость в жизни любого человека. Как говорится, вор оставляет стены, огонь – ничего. Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Здесь важно не растеряться и знать, как действовать при пожаре. Дети по-прежнему остаются наиболее уязвимыми и порой незнание элементарных правил безопасности отнимает жизнь. Один из примеров события в деревне Ильборусова, когда при пожаре в школе погибли больше ста детей. Чтобы не допустить подобных ситуаций, МЧС проводит акцию «Осторожно, огонь». Ежемесячно мы выезжаем по республике летние оздоровительные лагеря и проводим мероприятия по обучению детей и работников лагерей, как себя вести в экстремальной ситуации. С детьми мы обучение проводим в форме игр, деловых игр. Мы их интересуем, памятки раздаем. У себя в Центре противопожарной пропаганды мы им показываем мультики на противопожарную тематику. У детей появилась возможность проверить свои знания на практике. Одни почувствовали себя настоящими пожарными, другие научились оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Дети уверены, что знания, которые они получили, очень им пригодятся в будущем. Мне сегодняшний день очень понравилось. Теперь я знаю, как спастись от пожара и как спасти людей. И огонь теперь для меня не такой страшный, как оказался раньше. Я считаю, что это очень важно, потому что дети бывают неосторожны с огнем. Я думаю, что я не успугаюсь и смогу спасти себя и по возможности других людей. В завершении мероприятия детей ждал необычный сюрприз. К ним в гости приехал самый незаменимый друг при пожарах. Знакомьтесь, это Кузьма Пожаркин. Самый бесстрашный борец с огненной стихией. Уже не первый месяц он колесит по разным регионам России. И сегодня он прибыл в Чувашию для того, чтобы рассказать детям, как правильно себя нужно вести при пожаре. Самые активные ребята получили призовые места и подарки. А Кузьма Пожаркин каждому вручил памятки безопасности при пожаре. Он пробудет в нашей республике еще пару недель, а затем отправится в другие регионы России. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Дефицит парковок остается головной болью для столицы. Количество автомобилистов стремительно растет. Машины бросают во дворах, вдоль дорог, где попало и как попало, нарушая общепринятые правила. На детских площадках, тротуарах, газонах. Столичные власти предлагают решать проблему с помощью многоуровневых парковок, полагая, что строительство таковых поможет сократить дефицит мест. Двор в одном из новых микрорайонов столицы, в центре. Днем машин не так много. Автолюбители на выезде. Аншлаг будет вечером. Парковочных мест около дома – минимум. Кто успел, тот и занял. Тут, можно сказать, почти в каждой квартире машина. Кто как может стоять. Кто на газон. Кто успел, тот. Частые аварии здесь бывают. Проехать негде. Задевают, цепляют. Автомобилей на улицах города становится все больше. А парковочных карманов не хватает. Ситуация местами близка к критической. Рядом с некоторыми предприятиями машины не едут, а ползут. Вырушенные вдоль дороги авто затрудняют движение. Недостаток парковок в Чебоксарах – проблема давняя, и она только усугубляется. Столичные власти предлагают взяться за строительство многоуровневых парковок. Это экономия земли и денег. Гектары столицы, как правило, дорогие. Лучше их использовать под жилищные строительства, говорят в администрации. Пока мы комплектуем документацию для размещения шести парковочных мест, в основном это на месте сносимых металлических гаражей. Это пересечение Егерского бульвара и улиц Кукшумская. Если вы помните, там очень огромное количество металлических гаражей стоит. Это юго-западная в районе улицы Эльмени, там внизу ближе к речке, в районе ЛЭП. Тоже земля не совсем пригодная для других целей, а для размещения парковочных мест очень даже. Металлические гаражи будут сносить, поясняет главный архитектор. Земля там муниципальная. Договоры аренды расторгнут в одностороннем порядке. На месте старых гаражей, нередко уродующих вид столицы, возведут новые стоянки, более современные и вместимые. Преимущественно надземные. Такие дешевле подземных, где немалые затраты на гидроизоляцию, вентиляцию и многое другое. Опыт в Чебоксарах был. Желающих на стоянку под землей не нашлось. Правда, как заманить владельцев авто в многоэтажной парковке на земле, тоже вопрос. Зачастую его решение упирается в стоимость парковочного места. Для нашего региона много уровней парковки. Это нереально. Они же будут больших денег стоить. А у нас люди не смогут их освоить. Просто вбухаются деньги. Это, как говорится, чисто для того, у кого большие деньги, тот будет стоить. А для нашего региона это нереально. Они сделали побольше здесь парковок. У нас места тем более хватает. Парковки можно делать. Все для этого есть. Они сделали, дома строят. Прекрасно знаю, что не пять машин будет. А машин будет много, а ничего не предусмотрено. Проекты шести многоуровневых стоянок в голове, пока их нет даже на бумаге. Проект коммерческий. В будущем администрация объявит аукцион, где должен определиться застройщик. Вот только незадача. Однажды торги проводили, но безуспешно. Аукционы были проведены, не было участников аукционов. То есть они считают, что они не смогут потом реализовать свой объект, продать его, скажем так. Не видят прибыли от этого. На самом деле, на сегодняшний момент, если посмотреть, то все пытаются бесплатно поставить где угодно, но не на парковке. Даже те парковки, которые у нас платные, размещаются в густонаселенных жилых районах, они тоже на 30% заполнены только. Выход, я думаю, или убеждать людей, что тяжело, скажем так, или административно. Выключать административный ресурс. Если будет комплексная задача поставлена, и мы будем двигаться все коллективно к этому, я думаю, они будут востребованы. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Для всех автолюбителей есть хорошие новости. Сегодня на улице Ярославской, наконец, установили светофор. Развязка здесь – опасный участок дороги. Теперь, благодаря установленному трехглазому инспектору, водители смогут по правилам поворачивать налево, а также экономить время, не простаивая в городском трафике. Всего в Чебоксарах действует 102 светофорных объекта. 42 ламповые, 60 светодиодные. Чувашские полицейские задержали мужчин, подозреваемых в совершении мошенничества с использованием электронно считывающего устройства. В народе его прозвали «скимером». Преступным путем эти люди получили доступ к персональным данным и пин-кодам электронных карт оплаты тысяч жителей и гостей республики. Подробности этой истории в материале нашей коллеги из пресс-службы МВД Марины Сергеевой. Эти мужчины в терминале одного из банков по улице композиторов Воробьевых установили считывающий аппарат «Скиммер». С помощью него они получили информацию о персональных данных и пин-кодах электронных карт оплаты граждан. Выявило преступление служба безопасности банка, сотрудники которой сразу же обратились в полицию. Камера видеонаблюдения, установленная в помещении банкомата, четко зафиксировала лица злоумышленников. Начался их поиск. Было установлено, что данные лица 20-го числа вновь в этом же банкомате по адресу город Чебоксара, улица композитор Воробьевых, дом 20. Опять же установили это сканирующее устройство. В результате проведения оперативно-расследовательных мероприятий, после снятия данного устройства, уже соответственно с информацией о персональных данных владельцев банковских карт, данные лица были задержаны. В течение нескольких дней сотрудникам управления уголовного РОСКО и отдела КМВД Республики удалось не только установить всю преступную схему, по которой действовали злоумышленники, но и автомобиль, на котором они приехали и жили в Чувашии. Задержали мужчин бойцы полицейского спецназа. Для мужчин это стало полной неожиданностью. Такого поворота событий они не предполагали. Сейчас установлено, что оба злоумышленника, им по 48 лет, являются уроженцами Молдовы, проживают в Москве. Один из них ранее был судим за разбойное нападение. Что вы делали в банководке? В ходе задержания у них были изъяты сам скиммер, три флеш-карты и два сотовых телефона. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские не исключают их причастность к совершению аналогичных правонушений на территории других регионов страны. Нужно отметить, что злоумышленники действовали профессионально. Заметить посторонний предмет, установленный в банкомате, обычному обывателю было практически невозможно. Накладка состояла из двух частей. Соответственно, сам считыватель пластиковых карт, куда записывались все данные с пластиковых карт, и видеорегистратор, который фиксировал набор пин-кодов гражданами. Устанавливался в двух местах. Первый на картоприемнике и над монитором самим, то есть над клавиатурой, который фокусировал своим видом движение пальцев. Пока шли оперативно-розыскные мероприятия, сотрудниками банка было принято решение о заблокировании всех тех карт, владельцы которых имели несчастье посетить злополучный банкомат. Благодаря этим мерам, пусть и причиняющим временно некоторые неудобства, денежные средства в более тысяч жителей и гостей республики остались целы. Недавно жители микрорайона Рябинка наблюдали удивительную картину. Хорошо подвыпивший молодой человек щедро раздавал мороженое. Щедрость мужчины объяснить очень просто. Никаких благих целей он не преследовал. Украл 160 штук сладкого лакомства и, по всей видимости, понял, что переусердствовал с количеством. А, как говорится, чужого не жалко. Вот и пошел его раздавать. Сообщение о краже мороженого с холодильника остального без присмотра возле дома по проспекту 9-й пятилетки города Чебоксары поступило 16 июля 2013 года. О краже данного мороженого сообщила нам 43-летняя женщина. После проведения оперативных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил 23-летний ранее неоднократно судимый молодой человек. Мужчина признался в совершении преступления и объяснил, что украл мороженое, потому что был пьян. Сумма ущерба составила более 3000 рублей. В отношении чебоксарского Робин Гуда возбуждено уголовное дело. Какое именно наказание ему грозит, установит суд. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Нарушителям закона с мая этого года избежать наказания стало сложнее. Неоплаченный штраф, направленный судебными приставами в мировой суд, может с легкостью обернуться обязательными работами на срок до 50 часов. Житель АллатРа уже приступил к исполнению своего административного наказания. Вот косили, вот площадку косили. Сегодня сучки обрубали. То есть пока вы занимаетесь на благоустройстве данного парка? Да, благоустройство гордое. А чем бы вы хотели бы заниматься вообще? Только здесь. Нарушители не в первый раз направляют благоустраивать улицы родного города, но впервые по инициативе судебных приставов. Работа на свежем воздухе ему нравится, к тому же он здесь на хорошем счету. Во-первых, он хочет работать. Насколько я знаю, у него растет дочь, и довольно-таки он, когда зарплату получает, всегда подарки покупает, и к ней уходит. Хочет человек работать. С начала 2013 года в Чувашии оформлено 23 исполнительных листа, 15 – дело окончено. По 8 исполнительным листам жителям республики еще предстоит отработать долг. Триди районов Чувашии лидируют Яльщики среди городов АлатР и Новочебоксарск. Двери у нас для всех открыты. Ну, конечно, бы хотелось, чтобы нормальные люди приходили. Ну, так и вот предприятие. Специфика своя – и зимой, и летом, и весной, и осенью все время на улице тяжелая работа. В эти выходные Россия, Белоруссия и Украина отмечают 1025-летие Крещения Руси, приуроченное к Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. Крещение Руси происходило в Киеве, поэтому торжества в столице Украины будут кульминацией юбилея. Какие мероприятия запланированы в честь Великого православного праздника в Чувашии, в прямом эфире Национального радио рассказал отец Феодосий Аксенов. Главное празднование праздника, посвященное 1025-летию Крещения Руси, пройдет в городе Новочебоксарске во Владимирском соборе, где будет присутствовать митрополит Варнава с двумя епископами – Канажским Стефаном, с Федором Алатарским, где по объявлению во всех храмах будет стекаться множество, скорее всего, народа. Мы надеемся на это, что этот праздник не оставят безразличными народ Чувашии. И после богослужения возглавлять будет молебен со сводным хором всех основных храмов города Чебоксары. Владыка Варнава будет служить молебен благодарственный Богу за то, что Господь сподобил землю российскую принять православие. 28 июля праздничные богослужения в честь Крещения Руси пройдут во всех храмах республики. В Новочебоксарске церковная служба начнется в 8 утра. После молебна в ДК «Химик» города Спутников в 14.00 начнется православный концерт. А в 12 часов дня по всей России, Белоруссии и Украине поплывет колокольный звон. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Я сам. Эту фразу часто можно услышать от ребенка, который старается что-то сделать самостоятельно. Чтобы поддержать и развить таланты ребенка, проводятся детские мастер-классы. В Чувашском национальном музее малышей учили делать пчелу маю. На одном из таких мастер-классов побывала и наша съемочная группа. Ребята шили игрушку своими руками. По словам организаторов, в мастер-класс они посвятили сбору меда. Прежде чем взяться за дело, ребята вспоминали, сколько пользы приносят пчелы и какие сорта меда бывают. Конец июля, начало августа, время сбора меда. Из-за обилия цветов большое количество меда собираются в пасек. Дети, наверняка, многие в деревнях видели эти пасеки, да, и хочется, наверное, сделать такую замечательную пчелку-насекомую. Это же как мягкая игрушка, она очень хорошо может использоваться как бы ребенком в игре. С мастер-классовом несложно. Все, что требуется для подделки, это флис, фломастеры, ножницы, нитки и желание творить. А остальному научат специалисты. Игрушку выполнить несложно. Вырезать шаблоны с подделки взрослому человеку достаточно 20 минут. Ребенку, чтобы справиться с задачей, времени надо побольше. Я люблю очень делать подделки из обликации, очень люблю шить. Я только сегодня начала, и это очень хорошо мне показалось. Я люблю шить, делать обликации, рисовать. Я первый раз шью, и мне понравилось шить. И у меня получилась вот такая пчелка. Мастерить что-либо своими руками приходится по душе каждому ребенку. Создавая новую подделку, они вкладывают в нее не только все свои силы, но и всю свою душу. Поэтому детские ручные работы имеют особую ценность. Евгения Егорова, Александр Петров, Республика. Легкоатлетка из Чувашии Елена Наговицына стала чемпионкой России в беге на 5000 метров. Нашу республику представляли две спортсменки. Кроме Елены, на дистанцию вышла Екатерина Ишова. С первых метров дистанции девушки вырвались вперед и помогая друг другу вели бег. Примерно за два километра до финиша Ишова стала отставать от Наговицыной. Елена на заключительный круг дистанции ушла в гордом одиночестве. И финишировала с результатом 15-23-20. Третьей дистанцию преодолела Екатерина Ишова. 15-33-64. Таким образом, Наговицына отобрана на первенство мира, которое пройдет в Москве с 10 по 18 августа. Вместо ворчливых соседей по очереди, которой не видно конца, талончик и ожидание на удобных диванчиках. Кстати, не более 10 минут. Ко всему этому вежливое обращение и доступность во всех районах города. Это офисы Сбербанка нового формата. Но обо всем по порядку в нашем следующем материале. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь и увидимся уже завтра. Перезагрузка Сбербанка началась еще в 2011. С тех пор в нашей республике появилось 26 переформатированных офисов. Изменения видны еще с улицы. Это обновленные фасады, которые выполняют в едином корпоративном стиле. Однако больше всего оценят внешние изменения те, для кого раньше обычный поход в банк становился испытанием. Для маломобильных групп населению у входа в каждый офис сделали пандусы по всем нормам и правилам. А в некоторых филиалах даже специальные подъемники. Впрочем, все главные новшества внутри. Одно из основных изменений – четкое зонирование. Сразу в глаза не бросается, но на деле очень чувствуется. Так если театр начинается с вешалки, то обновленные офисы Сбербанка начинаются с зоны самообслуживания. Здесь к вашим услугам банкоматы и терминалы. Много банкоматов, очень удобно. В любое время подошел, снял деньги или любые другие операции. Ну а если у вас появились вопросы или нужно провести более сложную операцию, смело проходите дальше. В зону быстрых операций. Там вас встретят персонал, система контроля очереди и комфортные места, где этой очереди можно дождаться. Кстати, в этой зоне можно неофициально выделить еще одну подзону. В ней точно не будет скучно тем, кто пока не дорос до банковских дел. Как детский сад здесь очень удобно. Да, они время проводят хорошо и в общем-то не капризничают. Можно с удобством провести здесь время, заплатить все. Также в каждом офисе из банковской реальности можно попасть в банковскую виртуальность при помощи интернет-киосков. В особую зону выделили продажи. Туда направляют тех, кто, к примеру, хочет взять кредит. Также в каждом офисе есть зона ипотечного кредитования. Ну а для особых клиентов, руководителей компаний и просто крупных вкладчиков особая зона Сбербанк-Премьер. Что ж, это все об удобстве, ну а теперь о доступности. Снять деньги, оплатить интернет, связь и услуги ЖКХ по дороге домой. Это стало возможно благодаря так называемым умным остановкам Сбербанка. Впрочем, достоинство этого вида обслуживания доступностью не ограничивается. Что если вы, например, через операциониста будете пополнять свою карту, у вас деньги будут поступать на карту в течение суток. Ну, как бы нормативно. Ну, как правило, это 5-6 часов. Если вы делаете это через банкомат, это минуты реально. В течение нескольких минут у вас деньги на карту будут зачислены. Поэтому, если вы хотите положить деньги на карту кому-то, не надо опять идти в банк, лучше прийти в банкомат. Не оставить своих клиентов Сбербанк и там, где деньги нужны, пожалуй, больше всего. В торговых центрах открываются мини-офисы. Помимо зоны самообслуживания, у нас здесь несколько банкоматов и платежных терминалов, через которые можно провести как безналичную оплату услуг, так и наличную. Также у нас можно открыть онлайн-вклад. Каждый клиент это может сделать самостоятельно, на более выгодных условиях, нежели в привычных офисах. Впрочем, на этом переформатирование не закончится. Сбербанк движется в нескольких направлениях по развитию точек присутствия, как мы это называем. То есть, понятно, также дальше будут развиваться филиальные сети, особенно в городе Чебоксар. Это очень актуально для нас. Будет продолжаться переформатирование, изменение внешнего облика, перемещение отдельных филиалов на более удачные места, более удобные для клиентов в первую очередь. Ну а пробовать на себе все новшества можно на остановках и в любом районе города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова